Приветики мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, в своем сообществе на YouTube я проводила опрос, какую из трех новых историй мы будем проходить. Первой и победил хоррор Королева Кошмаров. Здесь, конечно, опечатка написана Хоррор, на самом деле это Хоррор. Ну что ж, начинаем. Это Царство Кошмаров. Боевую арену показывают. Волк бежит на месте. А, ну это Кошмар, это он во сне, да, как будто бы на месте бежит, такое часто бывает. Обреченное место, где все надежды утрачены и забыты. То есть это сон. Тигр. Тигр на кого-то напал. Во сне. Оно находится везде и нигде. И оно дрожит от ярости его королевы. Это Королева Кошмаров, да? Пегас. Где он? Я знаю, что он уже родился. Мой смертный принц полуночи, чей мех угольно-черный. Это она про кого говорит, интересно? Но я не могу найти его из цар... Найти его из своего царства. Потому что он не видит снов. И я пока не могу добраться до мира смертных. Она только через сон их видит, да? Я уже потеряла столько времени. Этот смертный принц может состариться и покрыться морщинами. Я не хочу выходить замуж со старика. Так что надо поторопиться. Гэри Фрэки. Ее зовут Хель, кстати. Надо будет запомнить. Она ищет себе жениха. Так, ее слуги пришли. Волки такие. Гэри. Мы здесь, наша темная леди. Расскажите нам о своем желании, и мы его исполним. Так, рассказывай. Прошло более ста лет с тех пор, как умер последний полуночный принц. Он отверг меня и потерял возможность жить вечно. Но новый принц находится в царстве смертных. Ничего себе, сколько тебе лет-то, интересно. А за старика замуж выходить не хочешь. А найдите его и приведите его сюда. После того, как он станет моим королем, царство смертных откроет для меня свои границы. И адская охота начнется. Наконец-то я смогу питаться плотью и кровью. А, это будет путь в наш мир из мира кошмаров. Да нет, конечно же, мы этого не позволим. Конечно, госпожа, мы сразу же отправимся к порталу. Просто скажите нам, какого зверя нам нужно найти. Это большой черный тигр. Я никогда не видела его души в своих владениях, но видела его в чужих кошмарах. Идите. То есть он появляется в чужих кошмарах. Это очень страшный тигр. Я ненавижу, когда хозяйка в таком настроении. Она становится опасной и нетерпеливой. Я бы спросила у нее инструкции, но не хочу, чтобы меня снова наказали. Она такая строгая, да? О, я помню, в последний раз это было ужасно. Но что же нам делать в мире сотни черных тигров? На самом деле нет, тигров вообще мало. И если ее темнейшество говорит, что она видела того самого в чьем-то кошмаре, я знаю, что делать. Иди за мной. Так. А, они сейчас подглядят чей-то кошмар. Вот этот тигр. То есть они смотрят на чей-то кошмар, да? Что с тобой произошло? А он будет говорить, он выглядит как очень, как не очень готовым к сотрудничеству. Конечно, будет. Это царство полностью захватило его, и он потерял способность сопротивляться. Я сомневаюсь, что он вообще может двигаться. Привет, у меня есть вопросы. Тот черный тигр, с которым ты сражался, он настоящий? Спайк? Подождите-ка. Подождите-ка. Я его знаю. Да, хозяин, это черный тигр, настоящий. Его зовут Гримм. Он разрушил мою жизнь, и это же Спайк из Дикого Цветка. Теперь Гримм в его кошмарах появляется. Ничего себе. Да-да, очень интересно, где он живет? Обалдеть. Он живет в джунглях неподалеку от старых человеческих руин. Он... Не дали ему договорить. Они побежали в джунгли. Значит, это Гримм. Теперь мы знаем, где его искать. Пришло время открыть портал. Подождите-ка. А у Гримма, по-моему, уже семья должна была быть. Или это какое время показывают? Это до того, как у него семья появилась? Или после? Так, я получила клевер. У меня немножко зависло. Начинаем вторую главу. Прям уж очень интересно. Воссоединение называется вторая глава. Так, смотрите-ли. Еще одно прощание, Лилиан. Это же Лилиан. Но мы всегда будем следить за тобой и поможем тебе снова, если понадобится. Ветеринар, эта инфекция была ужасной. Без нашей помощи ты бы не выжила. Но теперь ты дикая девочка. Они за ней следят до сих пор. Они смотрят, как она живет, как развивается. Мы не можем больше держать тебя в приюте. Пора возвращаться домой. В джунгли они ее забирали в приют. Что-то с ней произошло. Я не понимаю, это самое начало Дикого Цветка? Вы слышали? Кажется, кто-то особенный уже ждет. Я не понимаю, какое это время сейчас показывают. То есть это до Дикого Цветка или это после? Пусть все это будет для тебя странным сном. А теперь пора просыпаться. Так, Лилиан. А, у нее тут что-то произошло. Гримм, этот запах, двуногий. И это она, наконец-то она. Я так скучала по Лиле. Нет, они уже встретились, получается. Они уже встретились? Ну, они знакомы. Значит, это время уже после Дикого Цветка, наверное, да? Так, теплое ощущение дома. Замечательное чувство. О, Гримм, это ты. Я думала, что снова вижу сон. Но я проснулась. Я так рада тебя видеть. Приснилось, да? Я знал, что наши дети покинули тебя в поисках своих территорий и решил навестить тебя. То есть, получается, у них уже есть дети. И после этого с ней что-то произошло, видимо. Так, это он ее ищет, да? Он рассказывает, как он ее искал. И это для него, видимо, был кошмар. Но когда я пришел, логово было пустым, а потом я почувствовал запах твоей крови и нашел следы двуногих. Я боялся, что они забрали тебя. И я больше никогда не увижу тебя. О, Гримм, любовь моя, это было ужасно. Это горилла. Она столько раз потратила, портила мне охоту. Я решила проучить ее, но это была ловушка. Так, и она рассказывает, как это произошло, да? Ну, видимо, схватка с гориллой была неудачная. Может быть, горилла ее ударила. Она, наверное, сорвалась, да, отсюда и упала? Нет? Да нет, вроде. Что произошло-то? Ага, все понятно. Она упала. Она упала и разбила голову, видимо, себе. Моя голова была ранена, и нога была сломана. И она начинала вонять. Но тут пришли двуногие и забрали меня. Я думаю, они знали, что со мной не все в порядке. Но они наблюдали, скорее всего, за тобой. Думаю, они вылечили меня и вернули домой. К тебе. Я сильно скучала по тебе. Пойдем в наше логово. Ой, она упала. Божечки, кошечки. Она совсем бесит. Ты дрожишь, я рад, что ты здесь. Может быть, двуногие все-таки могут быть хорошими. Я почти забыла, как ты прекрасна. Но как ты себя чувствуешь? Она так долго была в приюте, что ли? Такая слабость, мой дорогой. И хочется пить. Неприятный привкус во рту? Мне это не нравится. Давай я тебе помогу? Попей водички. Тебе станет легче. Эй, не усни в воде. О, небо, это отражение. Так вот, как я выгляжу. Прекрасно. Я похожа на призрака. Моя шерсть посидела. Я стала такой худой. А этот шарам... Лили, дорогая, перестань говорить о себе плохо. Ты прекрасна, как утро в джунглях. Идеально такая, какая ты есть. Должно быть, рана была очень плохая. Я рад, что ты выжила немного отдыха и хорошей еды. И ты сразу почувствуешь себя лучше. А до тех пор позволь мне позаботиться о тебе. Так. Третья глава. Вмешательство называется. Так, охота. Так, атаковать. Ой, нет, красца, красца. Ой, божечки, ладно. Неважно. Атаковали. Кабанчик. Алия. Лилия, а на иди покушай. А, появились эти волки. Только посмотри на это. Мы потратили целую вечность на поиски каких-то руин в джунглях. И наткнулись прямо на черного тигра. Вот это удача. Давай проследим за этим тигром и узнаем, тот ли он, кто нам нужен. Ух ты, они могут исчезать и появляться. В инвиз ушли, да? Надеюсь, ты хорошо спала, моя дорогая. Вот, я поймал твою любимую добычу. Ешь хорошо и ты станешь сильнее, чем когда-либо. Какой хороший муж, так заботится о своей жене. Спасибо, Гримм, я уже чувствую себя намного лучше. Твое присутствие, лучшая терапия для меня. Я почти забыла о случившемся. Словно это был всего лишь дурной сон. Это был твой кошмар. Так, а волки, волки. Вон там я вижу, сзади они наблюдают за ними. Лили, я хотела спросить, ты постоянно рассказываешь мне о снах. Что это? То, чему ты научилась у двуногих? Вот видите, сзади там вспышки такие. Это волки. Они смотрят за ними. Что? Нет, это как история о себе, которую ты видишь, когда засыпаешь. Они не настоящие, но иногда выглядят очень естественно. Все их видят. Он же не видит сны. Не знает, что это такое. А я нет, я просто ложусь спать, потом все исчезает. Я просыпаюсь посвежевшим. Как классно. Ты полон загадок, Гримм. Мне это нравится в тебе. Тигр, который не видит сны. И вот, видите? Так, появились. Значит, это действительно Гримм, которого мы искали. Если он не видит снов, то это точно принц из пророчества. Похоже, у него есть возлюбленная. Что нам делать? Сомневаюсь, что он легко оставит свою даму. Давай продолжим наблюдать за ними. Мы найдем способ разлучить эту пару. А потом, если понадобится, я просто зачарую его. Он обо всем забудет. Как обидно будет, Лилиан. Не очень-то хотелось бы. А теперь расскажи мне о своей... А то и горилле, которая посмела тебя обидеть. Я разорву ее на части в мгновение ока. Такое опасное чудовище должно быть уничтожено. О, Гримм, пожалуйста, забудь эту гориллу. Я сомневаюсь, что она когда-нибудь вернется сюда. Мы только что встретились после долгой разлуки. Насладимся же временем, приведенным вместе. Как скажешь, Лили. Но я этого не прощу. Но я это ему не прощу. Горилла. Ну, у меня есть идея. И они все время за ними наблюдают. Видите? Я превращусь в гориллу и заманю Гримма как можно дальше. А ты разберись с этой тигрицей. Но не причиняй ей вреда. У нас будут большие неприятности, если кто-то узнает, что мы... Так, все, в гориллу превратился. Хорошая трансформация. Не волнуйся, я отвлеку ее, чтобы она не мешала твоим связывающим чарам. Положись на меня. Ну, ладно. Похож, похож. Мне кажется, эта горилла немножечко другая была. Хотя сон был черно-белый. Ой, не сон, а... Как она? Воспоминания, да? Гримм, подожди, не ходи за ней. С ним что-то не так. С ней что-то не так с гориллой. Мне тоже кажется, что-то с ней не так. На месте бежит. Она в кошмаре, что ли? Что? Почему я не могу двигаться? Что происходит? У меня ужасное предчувствие, что если я не последую за Гриммом сейчас, то больше никогда его не увижу. Давай, Лиллиан, покажи мне, что ты способна. Она не может двигаться, как в кошмарах. Это бесполезно. Это бесполезно. Когда Гэри закончит накладывать чары, Гримм будет следовать за нами, куда бы мы ни пошли. Мне почти жаль ее. Почти. Ох, не нравится мне название четвертой главы и разорванные узы. Называется. Она так до сих пор на месте бежит. Просто сдайся, это бесполезно. Ты слишком слабо, чтобы противостоять силе кошмаров. Так, сдавайся, сдавайся. Этот голос в моей голове, я чувствую себя такой слабой. Но Гримм, нет, я не сдам тебя. Я спасу его любой ценой. Любовь сильна. Ох ты, она бессил упала уже. Обессиленная упала. Ну, она же больная. У нее больная лапка. У нее болит голова. Не могу поверить, ее воля настолько сильна, что она разрушила мои чары, но уже слишком поздно. Этот черный принц теперь наш. Так, что произошло? Почему он упал? Гримм, ты в порядке? Что здесь происходит? Где эта горилла? И кто это? Кто это? У него красные глаза такие же. Он не слышит тебя, его разом спит. А тело подчиняется моим приказам. Забудь о нем. Моя госпожа хочет, чтобы он стал ее мужем. Так что теперь он принадлежит ей. Впрочи. И мы пощадим твою жизнь. Я никогда не позволю Гримму так уйти. Он не игрушка. У него есть своя воля. Неужели вы не видите, как вы ошибаетесь? У меня есть приказ. И мне все равно. Фреки, разберись с ней. А мне нужно открыть портал. Ну, Фреки такой маленький. Назад. Ты такой крошечный, что я сломаю. Я сломаю тебе позвоночник одним ударом лапы. Ах да, крошечный. Секунду. Сейчас он большим станет. Божечки, кошечки. Какой он огромный. Сейчас я сломаю тебе позвоночник одним ударом лапы. Смож ли ты уклониться от всех моих ударов? Ее так легко одурачить. Эта иллюзия безвредна. И у меня будет достаточно времени, чтобы догнать Гри. А, ну это иллюзия, да? Он такой полупрозрачный. Он не сможет нанести на самом деле удар. Я никогда не видела такого зверя. Что-то с ним не так. Из чего бы мне избегать его атак? Потому что он так сказал, нет, я буду сражаться. А он сам куда делся? Я так и знала, это было сделано для того, чтобы выиграть время для похитителей. О нет, они обманули меня. Но я не сдамся, я пойду по запаху. Давай идем. Может быть она успеет заскочить в портал? Как вы думаете? Так, открываю портал. Она возможно успеет заскочить за ними. Это было бы круто. Давай быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Ты успеешь, ты успеешь. Нет, она не успела. Очень жаль. Печально. Эх. Нет, почему я так старалась? Но они забрали Грима. Он просто исчез. Я больше не чувствую его запаха. Этого не может быть. Летающие животные, светящиеся шары, это просто плохой сон. Может быть, если я очень постараюсь, то проснусь, и Грим будет со мной. Теплый и настоящим. Ой, лисичка. Бедная девочка Кико. Ты не спишь. Слуги королевы кошмаров забрали твоего возлюбленного. Я думаю, что эта лисичка тоже из истории, я забыла, как она называется, Дух Леса, что ли. Кто? Кто ты? Ты выглядишь такой другой. Я Кико, Дух Леса, Дух Леса. И я здесь, чтобы помочь тебе. В этом мире есть много таинственных и волшебных вещей, и я часть их. То здесь герои будут из других историй. Это так классно. Ну, Грим, как я могу добраться до него? Я не выдержу. Не выдержу этого. Прикольно. Королева кошмаров забрала смертного в свое царство против его воли. Нам, Духам, запрещено так поступать. Я снова открою для тебя портал, чтобы восстановить баланс. Но я не могу помочь ничем, кроме совета. Открой хотя бы портал. Мне все равно. Просто покажи мне дорогу, я спасу Грима, несмотря ни на что. Йо-хоу, давай, открывай. Класс. Итак, пятая глава. Внутренние демоны называется. Ох ты. Что это за место? Оно выглядит так странно, но в то же время почти знакомо. Напоминает мне о детстве с двуногими. Это ферма. Где она выросла, наверное, да, Лилия? Ну где же Грим? Я не чувствую ни его, ни его похитителей. Только дурной запах старой крови. Мне это не нравится, но надо идти дальше. Так, орел летит. Это первый прохожий, которого я здесь встретила. Может, он поможет мне с ориентирами? Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Боюсь, я заблудилась. О, какая прекрасная леди в беде. Такой нежный белый мех. Такие завораживающие фиалковые глаза. Он, кстати, с добычей летит. У него в ногах. Олененок. Поужинайте со мной, красавица. И я помогу вам закончить ваше путешествие. Следуйте за мной. О, он охотился. Орел. Ну, у него красные глаза. Ничего себе. Рысь куда же побежала? Горилла? Вау. Она в шоке. Что? Что это? Зачем ты привел меня сюда? Потому что я ждал именно вас так долго. Вы мой особенный гость. И у меня есть для вас особое место. Так, тут еще лев. Поздравляю. Ого. Это ловушка, что ли, какая-то? Мишка. Жадность. Поздравляю. Она будет самой лучшей частью коллекции. А-а-а. Ну, что-то куда-то дух лисы не туда отправила. Нашу Лилиан. Мне так холодно, я не могу пошевелиться. Мое зрение расплывается. Это смотритель? Его волосы всегда казались ему негривой. Нет, это не смотритель. Мы хорошо тебя содержали, кормили тебя хорошо. Поэтому твоя шубка такая мягкая и блестящая. И все делалось только ради этого момента. Это гордость говорит. А ветеринар всегда напоминал мне большого пухлого медведя. Почему они так со мной поступают? Мне так страшно. Мне кажется, это просто ее кошмары. То, что в голове у нее. Жадность. Я залечивал твои раны и болезни, чтобы сделать тебя большой и сильной. И все было ради этого момента. На самом деле, это все не так. Двуногий, который спас меня. Его нос был больше похож на клев. Он за что-то наказывает меня. Как холодно. Я замерзла. Гнев. Ты была восхитительным питомцем. А теперь ты стала такой совершенной. Это твой апогей. Красивая, сильная, дикая. Мы хотим сохранить это навсегда. Гнев, гордость и жадность. В таксидермии. Это что такое? Ой-ой. Ой-ой. Никакой надежды. Я всегда была лишь бесполезным домашним животным. Красивой игрушкой для двуногих. Спасти Грима? Кого спасать? Я заслужила это. Это моя. Слушайте, неужели она про него забудет? Дух лиса, помоги. Нет, не сдавайся. Это твои страхи и кошмары. Не верь им. О нет, я опоздала. Ее воля слабеет, бедная девочка. Она принимает один удар за другим. Я не могу отступить, даже если нарушу правила. Помоги ей. Спаси. Это просто ее кошмары. Это все в ее голове. Проснись, Лиллиан. Просыпайся. Это все в твоей голове. Они сейчас исчезнут. Ты просто проснешься, и они исчезнут. Нет, она бессил упала. Ну что ж, мы прошли вместе с вами пять глав. Глава закончили на самом интересном месте. Следующая глава будет доступна только 1 июня. Это через две недели. Будем ждать с нетерпением. Пишите, пожалуйста, свои мнения в комментариях. Это было потрясающе. Это было очень интересно. И у меня остались такие, знаете, такие ощущения двоякие. Вроде бы как напугал этот хоррор, да, с одной стороны. А с другой стороны очень сильно заинтересовал. И прям с нетерпением буду ждать продолжения. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Прикай, и увидимся в новых роликах.